Мы ждем начала следующего поединка Следующий поединок Кенжибек Олу Эмирбек И Канебек Олу Эмирбек Да, извиняюсь И Абду Балиев Асылбек Очень сложный подчерк у определенных людей Сложно разобрать, честно говоря Так Приходится нам вручную писать Потому что Электронного и печатного варианта К сожалению, организатор турнира нам не предоставили Это наш самый лучший выход из ситуации Которую мы могли придумать Итак, 57 килограммов Весовой категории В черно-красных шортах В синем углу Это вот боец, которого мы сейчас видим Кенжибек Олу Эмирбек И вручную от Абдубалиев Асылбек Вот Вот Бесенка Итак Итак Ну что, ждем начала Поединка Хочется рассказать О бойцах Ну Чакупов Асылбек Асылбек Абдубалиев У него Один Профессиональный рекорд То есть Это одна победа Одна победа Ноль поражения Ноль ничьих Тренер Джакупов Усман Боевого псевдонима Как Такого нету Представляет Клуб Джашмун Представляет Джаллабад Рост 170 сантиметров Вес Соответственно 57 килограмм Возраст 20 Мастер спорта Не написано Походим Походим Спорта Просто Мастер спорта Да У нас тоже Что есть Такие спортсмены Просто Мастер спорта Не важно Какого спорта Но вот Мастер Так Ну Размажистый Видно его Прям Из Иссыкуля Я бы сказал Даже Из Джаллабада Прям Вот Какой Этот удар Летит Честно говоря Так Не совсем Правильное решение Провести Тригдаун И конечно оказывается Соответственно Внизу Ну что ж Нужно занимать Фуллмаунт Или бэкмаунт Контролировать И там уже Разбивать соперника По сути Я это сейчас говорю Советую Ханбеку Улу и Мюрбеку Который кстати представляет Чуйскую область Рост 175 сантиметров На 5 сантиметров Выше своего оппонента Чемпион Кыргызстана По ММА Мастер спорта По рукопашному Бою Мастер спорта По кулату Эртаймаш Очень многоопытный Соответственно Вот мы видим Сейчас он и доминирует Так Отдал спину Очень Как бы знаете Предсказуемое Решение Пронимает Молодой Спортсмен Ну В защиту Ради справедливости Отмечу Что Абдубалиев Асалбеку Ну Молодой боец У него опыта Немножко Не хватает Это его первые шаги Ну Возраст один и тот же Но вот именно по Опыту Именно в смешанном Единоборстве Конечно здесь Больше предпочтительно Выглядит Нульбек Который сверху Опыт В любом виде Всегда решает Так Как тот Непредсказуемое Сейчас ведет себя Асалбек Вот опасность Таких бойцов Коллега Заключается в их Непредсказуемости То есть Если человек Давно занимается Единоборством Соответственно Он будет Принимать Соответствующие Ну такие Обычные Стандартные Ну такие Привычные Методы Защиты Атаки А когда ты Например скажем В октагоне Оказался С человеком Который не занимался Селеборством Предугадать Его движение Предугадать Его защитную Реакцию Очень сложно Почему Потому что Ну среднестатистический Человек Честно говоря Он не будет Защитаться По правилам Методом Селебор Скажем Комбинацияларды Тур Ажасывает Да Соответственно Удары Технику Ударов Денес Кимыл Рекеттери Профессионал Дарьки Биллин Традь Канда Кимыл Дапаштаганда Демек Соку Кайсал Джахтан Ченгил Канда Мало занимает Единоборством То есть Неопытный Боец Он всегда Постоянно Ошибается Редко бывает Чтобы Малоопытный Боец Выигрывает Он Выигрывает Именно Лаки Панчем То есть Случайный Удар Который Может Попасть По сопернику в большинстве случаев так и происходит. Если малопытный боец выиграет, то это в основном случайно. Выиграть профессионала, имея за плечами очень малый опыт выступления, почти невозможно. Возможно, но очень сложно. Так, работает вот эта тычковая ударная техника лежа. То есть, когда ты пинаешь по коленям соперника, со стороны выглядит безобидно. А на самом деле это очень больно, потому что при сгибании, когда идет давление на коленную чашечку, это называется микротравма колена. То есть, связки, крестообразные связки, сухожилия, коленная чашечка, она страдает. Это очень чревато большими травмами в будущем. Так, добивание, очень брутальное добивание, защищаться нужно. Суббек защищаться нужно. Ну, конечно, тут уже нервы арбитры не выдержали и решил остановить. Правильное дело, потому что, ну, слишком много начал принимать Суббек. То, а джиратова на башка. Да, он может только травмироваться. Нужно, главное, это опыт. То есть, он выступил, соответственно, почувствовал ринг, октагон. Нужно, главное, чувствовать октагон. То есть, любой боец или человек, который, ну, занимается, скажем, год, полтора, три года, но ни разу не выступавший в рамках турнира, не выходивший в ринг или в октагон, он будет себя чувствовать неуютно. Соответственно, даже если он будет иметь определенный высокий багаж знаний в единоборстве, он не может применить, потому что атмосфера в ринге, вообще ощущения совсем другие. Поэтому часто тренеры выпускают своих подопечных даже из...